Плесень на потолке и трещины в стенах. Жителям одного из домов поселка Урмары вот уже который год приходится жить в тяжелых условиях. Причем местные власти никак не хотят признать дом аварийным. Почему разбирался наш корреспондент Егор Алексеев? В этом двухэтажном доме по улице Порфирьева в Урмарах живут 26 семей. Любовь Ефремову можно назвать старожилом. Она переехала сюда в 1972 году, сразу после сдачи дома. Вот только в последние годы жить здесь стало невозможно, признается женщина. На стенах трещины и плесень, а само здание рушится на глазах. Поэтому жильцы решили доказать, что их дом находится в аварийном состоянии. Жильца дома пригласили оценочную компанию «Актив», чтобы оценили наш дом. И оценочная компания оценила наш дом на 71% и признала аварийным. Но администрация не признает эту оценку. Представители администрации провели свою экспертизу. Признают, проблемы в доме есть. Однако обвиняют в этом самих жильцов. Большинство установили в квартирах туалеты и душевые, а канализационные трубы прокладывали прямо сквозь стены. Но конструкция дома на такие изменения не рассчитана. Жильцы установили здесь канализацию местного значения без согласования. И комиссия считает, что это был одним из поводов для того, чтобы появлялись вот эти трещины. По словам жильцов, проводить трубы без согласования – мера вынужденная. Сейчас администрация ссылается на то, что мы самовольно сделали канализацию. Но если бы мы канализацию не сделали, то наши дети бы ходили вот сюда, вот на улицу, в туалет сами. Мне кажется, очень тяжело ходить с детьми каждый раз. Администрация настаивает. Дом для жилья пригоден. В Урмарах есть и более ветхие здания. Поставить точку в этом вопросе должна межведомственная комиссия. Она и определит, аварийный дом или нет. Решение суда – провести новую межведомственную комиссию, расширенную, провести дополнительную экспертизу. И после этого на основании этой экспертизы будут внесены решения. Людям лишь остается надеяться, что решение комиссии будет принято в их пользу. Но даже в этом случае новые квартиры им вряд ли предоставят. Ведь по закону сейчас переселяют лишь из жилья, признанного аварийным до января 2012 года. А будет ли работать программа дальше – вопрос открытый. Егор Алексеев, Мария Николаева, Вадим Владимиров, Вести, Чуваше.